Девушки отдыхают Все это за индустрия И мы считаем, что реально у каждого из вас должна быть своя онлайн-школа Давай Привет, Олимпийский! Привет, привет! Очень крутое ощущение видеть вот такой здоровенный зал Это очень круто, когда столько людей интересуется предпринимательством А кто, может быть, нас слышал, видел в той или иной форме где-то? О, круто! Ползал где-то Офигенно! Так, у нас слайд-то будет? Нет? Если говорить про нас, то мы пошли... Мы хотели, знаете, договорились сначала с организаторами Мы хотели вынести и поставить здесь на сцену унитаз Но нам запретили Нам это потом запретили Потом мы, собственно, сделали слайд с унитазом И хотели его показать вам Но слайда у нас тоже нету Поэтому хочется вам спросить Как вы думаете, как связан интернет-бизнес, онлайн-бизнес и унитаз? Какие варианты? Воронка продаж Мы на самом деле достаточно много путешествуем И так сложилось, что унитаз стал просто практически нашим офисом То есть буквально там, ну вот, когда есть свободная минутка, где можно провести совещание Ты там где-то или в кафе, или в ресторане, или где-то там на ходу И реально единственное место, где можно созвониться Это просто вот с унитазом на телефоне вот так вот сидишь и делаешь задачи У нас 120 сотрудников Мы быстро растем, и у нас нету офиса Офлайн-офиса у нас нет У нас все работают от Сахалина до Греции И в США тоже есть сотрудники И у нас нету офиса И, соответственно, мы много путешествуем У нас есть, у меня есть ребенок, жена И в свободное время вот это унитаз и твой телефон Мы управляем бизнесом с телефона Как вы думаете, сколько этот бородатый парень делает, сидя на унитазе в месяц прибыли? Я предлагаю зафиксировать рекорд Гиннесса по количеству слов унитаз в одном выступлении в самом начале Григорий, мы заканчиваем с унитазами Давайте поддержим последнее выступление Сергея и Димы на сцене В общем, сегодня мы хотим вам рассказать про, на наш взгляд, самую интересную нишу, где может стартовать каждый из вас Это ниша интернет-образования, это ниша онлайн-школ Кто вообще слышал, что это такое? Это интернет-образование, онлайн-школа Мы считаем, что там стартовать проще всего, потому что не нужны входные инвестиции никакие особо Ниш огромное количество, конкуренция достаточно небольшая Ну ниш реально там, ну вот любая ваша идея, она может реализоваться в онлайне И вы можете масштабироваться не только на Москву, но еще и на 350 миллионов человек, которые живут в СНГ То есть это реально интересно И прибыли там могут, ну мы считаем, что каждый из вас может там полмиллиона, миллиона рублей прибыли делать на этой индустрии Кому это интересно? Вот такие цифры в онлайне, путешествуя и не живя в одной точке А сейчас на Synergy Global Forum Джек Уэлч, это человек, который был признан самым лучшим генеральным директором прошлого столетия В Нью-Йорке сказал, когда на вопрос, когда мы ему спросили, где открывать бизнес, где будет большой рост, где большой следующий next big thing Он сказал definitely online education, то есть определенно онлайн образование Вот если посмотреть буквально месяц назад, Дмитрий Портнягин, он тоже заинтересовался онлайн образованием И в своем выпуске сказал, что он готов инвестировать миллион долларов в онлайн образовательный проект Григорий Оветов, мы были вместе на Карибах, на регате, Synergy Business Regate И тоже обсуждали, и один из самых высокодоходных и больших кусков бизнеса, это онлайн школы, онлайн образование И наша цель сегодня это вдохновить вас, чтобы вы тоже попробовали Поэтому мы собрали здесь лидеров рынка, ну очень интересных ребят, которые делают миллионы рублей на очень-очень странных нишах И чтобы они дали вам почувствовать, что это такое, что это за индустрия И мы считаем, что реально у каждого из вас должна быть своя онлайн школа Давай вызывать? Давай, перед тем, как вызвать, Сергей Капустин, Дима Юрченко, у нас на двоих 4 школы Мы за прошлый год сделали 240 миллионов рублей оборота Из которых мы в среднем по месяцу вытаскивали на себя по 7 миллионов рублей Сидя у себя дома При этом, чтобы вы не смотрели на нас, как на какое-то исключение, сегодня у нас будет еще с нами 5 человек Первый человек, у него школа самая крупная в России по рисованию, онлайн школа по рисованию Как вы думаете, сколько можно сделать на онлайн школе по рисованию? Просто учить писать картины гуашью, маслом, акрилом? 20 миллионов рублей в месяц в среднем по году Да, причем прибыльность онлайн школы где-то 40-60%, то есть это то, что уже собственник достает на себя Марат, ждем тебя Марат Никомедьянов, основатель компании ГЭД Курск, группа компаний Марат также продюсирует Павла Волешко, онлайн школа юмора, Лисану Тяшеву Катю Усманову, онлайн школа фитнеса Присаживайся Потом хочется представить нашего друга Наверное, он самый крутой, то есть в нише онлайн образования У него самый большой объем выручки Да, его компания сейчас оценена в 100 миллионов долларов Это онлайн школа английского Skyeng Кто слышал про эту онлайн школу? Давайте поаплодируем, на самом деле по методологии, по тому, как они обучают Но Гоша реально потенциальный долларовый миллиардер, которым мы с вами будем все гордиться Гоша, выходи Давайте поддержим Это вот два монстра онлайн образования И мы решили, что будет честно и интересно вызвать того человека Который буквально три месяца назад, как многие из вас, не имел онлайн школы А сейчас имеет онлайн школу и сделал за прошедших 3-4 месяца 3,5 миллиона рублей выручки Причем это женщина с двумя детьми И у нее не сказать, что какой-то особый сильный бизнесовый бэкграунд То есть хочется показать, что вы тоже сможете Поэтому на сцену мы вызываем Веру Давайте ее поддержим Вера Черневич Онлайн образование интересно тем, что ниши могут быть самые разные То есть вот Вера делает там свои деньги на ниши обучения, как печь пряники Да, то есть вот что-то достаточно странное Мы видим ниши, как обучение триатлонистов Обучение там выращивать грибы вешенки Что-то очень странное То есть это целая индустрия, как отдельный мир такой онлайн бизнеса Следующего мы хотим вызвать на сцену Это Дмитрий Крутов У Димы компания Skillbox Делает оборот там от 20 до 40 миллионов рублей по месяцу Это много разных профессий Это онлайн школа программирования, онлайн школа дизайна Дима, выходи Давайте поддержим Диму Тоже компания очень быстро развивается Они входят в топ-5 игроков рынка Раз-раз, всем привет И последний, кого хочется представить Это Павел, сервис BulletBZ Паша сделал очень интересную вещь И это может вам всем понравиться Он сделал так, что онлайн школа может конструироваться как конструктор И что даже там 65-летний, 70-летний человек Который ничего не понимает в интернет бизнесе Может залезть и создать лендинг, создать цепочку, создать вебинар Создать всю вот эту схему Причем не разбираясь в этом Паша, выходи Если еще 3-4 года назад, чтобы создать свою онлайн школу Нужно было самому уметь программировать Либо нанимать программистов, управлять им Также, чтобы email рассылку нужно было настроить Нужно было очень сложно А Паша все автоматизировал Ребят, я хочу сказать на самом деле Что вы даже себе не представляете Насколько огромный стресс для некоторых участников Этой панельной дискуссии Находиться в зале Потому что люди делают бизнес в онлайне Ну понимаете, да? То есть они как бы в онлайне находятся И тут они видят весь свой трафик сейчас Лицом к лицу Это стресс, понимаете? Они не хотели видеть тех, кто кликает А вот Так что да, вы очень внимательно слушайте Хочется рассказать, чтобы у вас было понимание Что такое онлайн школа Кто вообще знает, что это такое? Кто понимает? То есть это вот та сфера, та часть интернет бизнеса Которая реально крутая Где большие деньги, большие прибыли Это хорошо масштабируется Онлайн школа, ну представим Если вот в оффлайне, скажем, репетитор хочет преподавать Он собирает класс Он собирает там учеников Развешивает везде объявления И преподает там группе Это вот в оффлайне вживую Если он захочет в онлайне То, ну раньше это было так, что Он собирал группу по скайпу И по скайпу начинал преподавать Группа тоже в онлайне появилась Но сейчас с современными технологиями Со всякими разными сервисами Появилась там геймификация Когда можно играючи как-то изучать что-то Когда можно объединяться в сообществе Созваниваться с экспертом, с тренером Когда у тебя есть бади Тебе помогают, тебя ведут И получилось так, что онлайн образование По результативности учеников Сейчас стало более результативным Даже чем оффлайн образование Поэтому давайте пообщаемся с этими монстрами Которые сделали так, что это получилось Первый вопрос, Марат, тебе Марат, ты много начинал Имеешь, мне кажется, вот среди всех У тебя самый такой кейс Который мне до сих пор в голову не укладывается Как можно делать 20 Ты, по-моему, в пике делал 23 миллиона Ты показывал в своей программе Больше показывал Как, как, как на рисовании Вот с чего ты начинал, можешь рассказать? Я начал с курсов по рисованию на ногтях И у меня не было ни копейки денег Для того, чтобы начинать это делать Ты умел рисовать на ногтях? Нет, я нашел преподавателя И смог донести его методику в онлайн виде Я сначала использовал подручные средства И в течение некоторого времени Я сделал платформу GetCourse На которой, собственно, все школы, которые у нас есть У нас и работают Платформа GetCourse это место, где выкладываются уроки Вот как раз таки по темам, которые Марат делает Ну, курсеру все слышали? Я думаю, многие из вас слышали Вот GetCourse позволяет иметь каждому свою собственную курсеру То есть, ну, соответственно, первый получается такой вопрос Это, то есть, нужны ли деньги для того, чтобы стартовать онлайн-школу? Вот твое мнение Сейчас нужна только идея для того, чтобы стартовать И, в принципе, там 4-5 тысяч рублей на начало хватит И не нужно думать, что вам нужны какие-то миллионы для того, чтобы начать Для того, чтобы протестировать вашу идею И заработать первые деньги Большие, серьезные деньги Достаточно, там, несколько тысяч рублей Сколько ты вложил в свою первую школу рисования на ногтях? Сколько получил? Ну, я оплатил хостинг, а остальное все сделал сам Камеру я взял у друзей Прикрепил ее к лампочке освещения И использовал ее вместо штатива Вот, собственно, все мои расходы были И сейчас эта онлайн-школа рисования делает 20 миллионов рублей в месяц Ну, то есть, ну, сколько ты в первый месяц заработал-то? Вот ты попросил камеру, купил хостинг за 150 рублей В школе рисования на ногтях мы заработали миллион рублей Прямо с первой продажи А в школе рисования Вероники Калачевой Которая именно школа уже рисования С первого курса мы заработали 2,5 миллиона рублей Это акварельный курс для тех людей, кто хочет научиться рисовать акварелью Вот, простая очень идея Круто И она очень быстро потестировалась Давайте поаплодируем На самом деле, это, ну, когда я про этот кейс узнал Я раньше думал, что в онлайне, ну, можно зарабатывать Ну, на школе английского, это понятно В школе обучения, как зарабатывать, это то, что очень много в интернете Но то, что можно на онлайн-школе рисования делать 20 миллионов Это просто вот, ну, реально взрывает голову Когда ты делаешь хороший продукт, то можно Считаешь ли ты, что, ну, в каких вообще нишах можно зарабатывать деньги? Можно зарабатывать в любых нишах Но топовые – это обучение новым профессиям Это обучение в том, как зарабатывать деньги в этих профессиях Потому что все люди хотят жить хорошо И они достойны так жить Это, конечно же, тема инфобизнеса Как научиться онлайн все это делать Развлекательные какие-то Эдитеймент темы тоже очень интересны Соответственно, вот пример Школа пряников То есть это такой навык, который, в принципе, очень хорошо передается И на нем тоже можно зарабатывать деньги А кому интересно вообще, в какой нише можно там делать деньги? То есть кому тема актуальна? Окей Дим, можешь вот в твое мнение сказать? У Димы много разных продуктов Сколько у вас курсов сейчас уже создано? Запущено более 30 Более 30 разных курсов То есть Дима владеет темой Что работает, что не работает в нише онлайн-курсов Ну, у нас все-таки более понятные профессии Это дизайн, маркетинг, управление, программирование Таких hard skills То, о чем мы говорим Но, конечно, ниша хобби И то, что есть у Марата Это действительно уникальный момент А если говорить про нас То мы пошли, по сути, мы даем профессии И мы, наверное, отличаемся от большинства тем, что мы запускаем курсы с индустриальными партнерами То есть у нас автор курса – это не преподаватель А компания, которая является уже на текущий момент лидером рынка Это позволяет как бы дать максимальную мотивацию каждому студенту дойти до конца То есть это реальные проекты с реальными кейсами Наши студенты делают проекты для, не знаю, для супербольших брендов Но даже в этом направлении мы, по сути, начинали без каких-либо там стартовых вложений Что важно, наверное Да, мне вот нравится подход Марата и Димы То, что Марат, вот когда он выбирает эксперта для продюсирования Он изначально смотрит, чтобы у эксперта уже была какая-то аудитория То есть он анализирует Инстаграм, анализирует Ютуб Смотрит, что ага, у эксперта есть аудитория А когда есть аудитория, всегда этой аудитории можно что-то продать Вот можешь, Марат, прокомментировать вот это? Конечно, это самый простой способ найти первых клиентов И, соответственно, если вы не преподаете и у вас есть какое-то знание То попробуйте сначала просто попреподавать это в оффлайне Найти первых учеников и попробовать передать свои знания Это если вы сам эксперт? Если вы сами эксперт И, соответственно, если вы продюсер Потому что вы можете не быть экспертом в каких-то знаниях Но можете быть экспертом в продюсировании Что тоже очень круто Ты знаешь, мне кажется, еще важно обсудить Что у нас с Маратом общее Мы фактически, начиная с такого агентского бизнеса То есть все-таки в диджитале мы достаточно глубоко Марат сам и программирует И маркетинг знает достаточно хорошо Это в целом сейчас как тренд Что знание, наверное, маркетинга Диджитал маркетинга Самое главное, что все спикеры говорят об этом Это новая история В которой сейчас все здесь сидящие новые предприниматели Могут вытеснять старый бизнес А в онлайн школе это критически важно Надо говорить, что диджитал это как раз цифровое пространство Но вот ваш способ Можете прокомментировать? То есть Дима получается То есть если Марат находит уже эксперта с аудиторией И этой аудитории предлагает продукты Тогда это легко покупается Ну всем понятно, да, о чем я говорю? Кто понимает? То есть смотрит, к примеру Ну условно там есть Екатерина Усманова У нее там сколько-то миллионов человек подписчиков в инстаграме Вот ей можно этой аудитории продать курсы по фитнесу Смотрит, например, там Ксения Собчак У нее там 5 миллионов человек в инстаграме Вот этой аудитории Можно с Ксенией Собчак сделать курс И этой аудитории продать Правильно я говорю? Да, все верно Окей, Дима А вот Дима, они находят как раз-таки Какую-то крупную компанию Которую все знают на рынке У компании есть аудитория Они приходят к компании и говорят А давайте с вами сделаем образовательный курс Да? Плюс-минус да Но для нас критически важно Что компания это гарант экспертизы Которую мы даем в курсе То есть если Марат очень хорошо Ну такое слово своеобразное Паразитирует на аудитории Да, которые, ну там звезды С которой он записывает курс То мы по сути Мы получаем гарантию того Что будет суперэкспертный контент А как донести это Дистрибутировать это до Конечного пользователя Это уже вопрос маркетинга То есть здесь есть две составляющие Экспертность, которую нужно подтвердить Или аудитория Ну то есть получается, что Вы приходите к этому игроку И по сути помогаете ему создать курс Зачастую приглашая дополнительных преподавателей Верно Правильно? Вот Но я бы не сказал, что Марат прям паразитирует То есть Марат просто берет и помогает Человеку создать продукт на его аудиторию Правильно я понимаю? Ну это самый легкий способ для меня Монетизирует аудиторию Конечно И поэтому не нужно искать сложных путей И собственно я об этом хочу говорить Не ищите, не усложняйте какие-то варианты Которые доступны в более простом виде Причем мне нравится подход Марата То что если он сразу же с первого запуска Миллиона рублей не заработал То как бы это считается провал Ну мы ищем следующих Но есть люди, которых устраивают те деньги Которые они зарабатывают И это возможно Можно развивать такие проекты И выращивать до таких объемов Всегда вырастить можно То есть у Марата еще интересный такой кейс Вот с Павлом Волей Школа юмора Кто видел этот продукт интересно? Школа юмора Павла Воли Вот вы знаете, кто соответственно Его разрабатывал, кто делал И соответственно тоже у Павла Воли аудитория Что это аудитории продать? Так, а вот Паша получается У нее экспертиза в юморе Значит надо сделать школу юмора Значит надо ей продать И вот оттуда возникают деньги Вот хочется еще у Веры спросить Как представителя такой женской аудитории Вера, как ты считаешь Нужны ли деньги, чтобы стартовать? Ну что нужно для старта? Ну в принципе каких-то больших вложений точно не нужно И у меня помимо отсутствия вложений У меня были кредиты И то есть стартовать можно с нуля Я делала три месяца Я делала школу абсолютно сама Без всяких помощников Реально разобраться даже в технических вопросах Хотя вот в отличие от ребят Я была не сильна ни в маркетинге Ни в диджитал маркетинге Я честно говоря первый раз эти все слова слышала Говорила ребятам Ребята, пожалуйста, сделайте словарик Я не понимаю этих слов Но реально разобраться даже самостоятельно Ну как бы с помощью тех, кто знает Реально разобраться даже вот человеку далекому от этого Расскажи свою историю Вот ты спала, спала И тебе пришла идея о онлайн школе Или как вообще появилось? Вот ты мама, а у тебя там... Я вообще врач-педиатр Ушла в декрет Вот где-то пять лет назад Я сейчас во втором декрете сижу Стала делать вот для друзей Сначала пряники на дому расписные дарить Потом мы стали их продавать Открыли пекарню свою Вот после того, как два года пекарня существовала Вы наверняка знаете, что оффлайн бизнес Это достаточно сложно Аренда, зарплаты Особенно маленький производственный бизнес Это ну не очень простое дело Я проводила мастер-классы Это было востребовано Живые мастер-классы И люди просили сделать какой-то видеоконтент или онлайн Но самостоятельно у меня, честно говоря, не получалось Я пробовала У меня лежат полтора снятых урока Но вот эти вот... Собрать все эти кубики в конструктор Масштабно посмотреть, что это можно сделать Именно из такого действительно странной Достаточно ниши Достаточно хорошо работающий бизнес У меня не хватало ширины взгляда Посмотреть и сделать Поэтому я пришла к ребятам в акселератор И с помощью них, получать с помощью знаний, которые они дали У меня собрался вот этот конструктор И в принципе я самостоятельно, без помощников Сейчас у меня, конечно, команда уже есть в онлайн школе Сделала свою онлайн школу, востребованную сейчас И так что спасибо огромное Вот то, что говорит Марат, сначала можно попробовать с оффлайна Собрать аудиторию Вот ты собирала аудиторию, проводила А были люди, которые не могли приехать И ты думала про онлайн Да, да То есть люди... Видно было, что продукт хороший, продукт востребованный Людям это нравится, они хотят это Сейчас, кстати, очень много запросов на англоязычные курсы Те же самые наши по пряникам То есть в принципе запрос есть Если продукт хороший, то можно из оффлайна его однозначно переводить в онлайн Скажи, что ты сделала? Ты вот упаковала Дальше сколько ты денег на эту всю упаковку потратила На привлечение людей И сколько получила в первый месяц? Ну, потратила я где-то в общем 1150 И за первый месяц я 450 заработала А дальше вот сколько, например, в январе сделала? В январе полтора миллиона Давайте поддержим Веру Полтора миллиона на пряниках Сколько чистыми там было? Ну, миллион где-то Миллион из полутора Марат позавидует Марата 40% из 20% Такой вопрос, который на самом деле у части зала может возникать Это, ну вот все же есть в интернете Вот есть же уроки всякие там уже и на ютубе И просто там бесплатно где-то выложены Зачем люди покупают информацию? Ну вот у кого такой вопрос в голове, интересно? Да, то есть зачем платить за информацию, когда как бы и так все открыто есть? Ну вот блоги есть, есть разные сайты, есть там книжки и так далее Ну, Марат Ну, основная ценность всех курсов онлайн Это то, что у тебя появляется доступ к преподавателю, педагогу И если ты реально начинаешь применять эти знания, практиковать, то у тебя возникают совершенно другие вопросы, которые ты не можешь оставить преподавателю в комментариях под видео на ютубе, например Или в инстаграм, потому что если таких людей много, а ты один из тысячи, то вы представляете, что происходит у педагога А ценность в том, что ты можешь учиться у тех людей, у которых ты хочешь учиться и которых ты присчитаешь экспертами и признаешь Гош, Георгий, скажи, как вот, ну, английский язык, ну, вот курсов разных открытых, там, ютуб уроков много Вот как тебе удается убедить людей, что нужно тебе платить деньги, а не бесплатно на ютубе смотреть? В любом преподавании самое важное это умение доводить студента до результата Вот пришел к вам студент в некоторой точке А Качество курса определяется с какой вероятностью до его целевой точки Б вы доведете И у нас в школе работает более двух с половиной тысяч преподавателей И мы каждое слово, сказанное преподавателем студентам на уроке, каждый клик по экрану монитора, все логируем И, соответственно, мы очень хорошо понимаем, что внутри урока происходит И дальше у нас есть очень четкая статистика Есть худшие преподаватели, у которых студенты в среднем удерживаются, там, 20-30 уроков А есть лучшие, у которых 150 плюс И из-за того, что мы анализируем это, мы понимаем, что делают лучшие преподаватели Стараемся это масштабировать И, на мой взгляд, вот здесь смысл педагога, он очень важен По нашим данным, получается, что основная задача педагога – это мотивировать Действительно, контент, методику и так далее уже много можно найти и в ютубе, и в интернете и так далее А задача преподавателя – мотивировать студента, чтобы он хотел, мог, с удовольствием шел на уроки и доходил до результата Вот я могу здесь немножко прокомментировать, что скорее не только мотивировать, а поддерживать внутреннюю мотивацию человека Потому что давайте будем объективными Мы не можем заставить человека меняться Если в нем есть хоть что-то, мы должны это поддерживать Но то, что именно результаты определяют успех школы – это совершенно точно Именно результаты студентов, на это надо целиться Еще добавлю, что у Skyeng есть ютуб-канал и там тоже бесплатно можно все смотреть Но педагог – это самое ценное, что есть Мы заметили, что долгосрочно профессиональные преподаватели, они больше двигаются в направлении коучинга, такой психотропии, что ли, поддержки студента И эти технологии на самом деле в Skyeng составляют больше половины наших технологий Умение поддержать студента, умение мотивировать его, доводить его до цели Даже больше, чем технологии самого обучения английскому Продолжая ютуб-канал, можешь рассказать, зачем вы на ютуб-канал выкладываете этот материал, забегая вперед Зная, что для того, чтобы бесплатно привлекать клиентов, расскажи, какая часть клиентов приходит к вам не через рекламу, а бесплатно На сегодняшний день это очень большая фишка Если вы делаете какой-то маркетинг, очень важно вам просто понять, где сидит ваш клиент, какая у него юнит-экономика И создать продукты, которые, по сути, обволакивают его в его реальной жизни Если он смотрит фильмы, то мы своим студентам предлагаем смотреть фильмы на английском И для этого делаем партнерский с кинотеатрами Амедиатека и Веру Если он смотрит ютуб, то делаем ютуб-канал Если он слушает музыку, то у нас приложение для слушания музыки на английском и так далее Здесь очень важно делать какие-то продукты, которые прям живут с вашим пользователем И сегодня уже контент идет в те средства, где пользователь живет То есть если мы делаем контент, сегодня наш контент идет в ваш фейсбук Модифицируя вашу ленту, чтобы быть постоянно с вами Круто! Мне вот чем нравится еще Гоша, он, конечно, такой мега мозг в этом Это то, что... И это одно из следствий, почему вот у него так все круто работает То есть в онлайн-образовании, в онлайн-школах очень важно, что мы продаем не обучение Мы продаем не процесс, а мы как бы продаем результат или навык И тогда люди начинают покупать То есть это очень сильно отличается, то есть если курс, к примеру, приносит там 200-300-500 тысяч рублей Или там, например, сотни миллионов, как у Гоши Это именно четкая ориентировка на то, чтобы у студентов был результат И вот мне понравилось, когда с Гошей разговариваешь, он говорит Мы хотим переломить индустрию, чтобы каждый человек, который начинает обучаться английскому В итоге бы ему обучился Можешь прокомментировать, как вы это реализовали в продукте, то есть амбицию свою рассказать? Но это не только в английском, это в целом, наверное, для любой школы здесь сидящей справедливо Что сейчас образование идет к тому, что вот на вход нам пришло 10 тысяч студентов Вопрос, какой процент этих студентов мы доведем до результата И сегодня школы конкурируют именно этим процентом И для этого они используют самые разные технологии Это и преподаватели, и анализ больших данных И мега-информационные платформы, которые мы в частности тоже разрабатываем И самое главное – это доводить клиента до результата Георгий, вот вы такие крутые, вы самые большие в России На вас смотришь, там ты такими умными словами говоришь И вот сидят люди, которые тоже хорошо знают английский язык и думают Ну я бы поучил, но вот есть Skyeng Вот есть ли возможность сделать еще онлайн-школу в нише английского языка, которая гиперденежная При этом гиперконкурентная и более того есть Skyeng, который выкупает там весь трафик? Я уверен, что да, потому что, как я сказал, самое главное – это педагог И если есть хороший педагог, который умеет классно мотивировать и классно упаковывать контент То тогда он может вокруг тебя собрать онлайн-школу Взять какую-то из платформ, на которую легко выложить контент Тот же GetCourse, еще много других платформ И на своем персональном бренде открыть канал на YouTube И на своем персональном бренде привлекать себе аудиторию и преподавать По ценам там раза в два, в три выше, чем Skyeng Он найдет свою аудиторию На сегодняшний день провайдерами контента, провайдерами методик Уже все больше становятся обычные преподаватели Потому что сегодня выйти на рынок обучения гораздо легче, чем 10 лет назад Когда там могли конкурировать только университеты, институты Сегодня это может обычный преподаватель сделать Я хочу добавить, что вы в книжные давно заходили? Вы, когда приходите к полке изучения английского языка Сколько разных методик вы там видите? Огромное количество методик И, соответственно, такое же количество скол может быть Очень интересно то, что получается, что ниша с одной стороны приходит такой гигант, как Skyeng Там 800 миллионов рублей по году С другой стороны, есть возможность обычного преподавателя Вот у нас тоже интересный кейс такой В акселератор пришла девушка И она просто выкладывала уроки на YouTube по английскому То есть просто какие-то уроки про фильмы, про книжки, еще что-то И она собрала просто органически То есть без рекламы, нигде не выкладывая 100 тысяч подписчиков Ну вот она с тобой общалась Я не помню, помнишь ты или нет в Алуште И получается, что если у преподавателя есть харизма Если у преподавателя есть интересная методика какая-то, которая Ну как-то не похожа на другие То у этого преподавателя есть шанс А соответственно есть шанс и у продюсера, который там берет преподавателя и организует онлайн школу Хочется немного теперь пообщаться по поводу технических моментов Вот кого волнует техническая сторона всего процесса Что вот блин, это все так сложно, все эти сервисы Я могу сказать, что мы сами тоже не любим все вот эти сервисы в плане самим в них разбираться То есть я там как бы пару раз в них заходил и понял, что это все сложновато Но есть люди и есть огромный тренд на то, чтобы все это упростить настолько Чтобы там условно нужна реклама, нажал кнопку реклама Нужен ленд там, создал ленд за минуту И вот это делает наш гениальный Павел Вот сервис The Bullet Паш, можешь рассказать вкратце, как вы организованы и что вы позволяете дать аудиторию? Да, конечно, ребята Я в первую очередь хочу обратиться сначала к аудитории У кого есть мнение, что онлайн-школы и онлайн-распространение не для меня? Есть руки Класс! Смотрите, на самом деле это практически работает для всех Так как есть несколько степеней масштабирования, несколько степеней роста Вы можете двигаться и развиваться по франчайзе, если вы сделали какой-то бизнес А можете передавать свои знания в онлайне Так вот, на сегодня передача контента онлайн Один из самых простых способов движения и масштабирования Тематика сегодняшнего форума – это выход за границу Как думаете, что наиболее простым является способом выхода за границу? Передача своей экспертности онлайн Так как границы полностью стираются На сегодняшний день самым простым способом является перевод вашей собственной экспертности А я верю, что в каждом из вас, не только в нас, а в каждом из вас сидящих Есть огромное большое поле экспертности, которым вы можете поделиться Так как каждый из вас уже создал какие-то бизнесы в каких-то своих направлениях И может максимально эффективно делиться им, стирая границы и выходя дальше и масштабируя свой собственный бизнес Паша, а расскажи, как ты можешь помочь этому своим сервисам? Да, внутри сервисов на сегодняшний день собраны от конструкторов сайтов Email-рассылки С группой компании Яндекс мы сделали проект по запуску рекламы Сейчас такой же проект по запуску рекламы Буквально в один клик готовится еще и с группой Mail.ru Это Вконтакте Внутри объединены CRM И все сервисы работают с единой базой То есть вам, в принципе, как теория одного окна Не нужно идти никуда и лезть ни в какие другие сервисы То есть мне очень понравилась просто у Паши вот такая, знаете, задумка Вот есть, к примеру, эксперт какой-нибудь из города Волгограда Он хорошо там преподает, не знаю, по фитнесу преподавать или по английскому И вот ему надо перенести себя в интернет, но он не понимает, как это сделать И вот огромный такой большой тренд на рынке Это то, чтобы этот преподаватель мог зайти и легко разобраться с сервисом Там тыкать на несколько кнопочек Вплоть до того, что реально там хочу трафик, хочу рекламу Там нажал на кнопку, пошли клиенты Спасибо, Сережа Мы сделали практически все сервисы по шагам Мы смотрели на наших родителей Ну, например, моя мама практически не пользуется компьютером А в итоге оказалось то, что самый простой интерфейс Стал пошаговый wizard Это когда вы жмете все время кнопку далее и отвечаете на вопросы Так появляется сначала сайт, потом рекламная кампания Ну и, в общем-то, любой бизнес от онлайн-школы до живых Расскажи про Валентину, которая, ты говорил, там 70 лет или 65 лет? 67 67 лет ей Это один из самых, ну, из, как сказать, из знакомых нам наших клиентов У нас в сервисах 170 тысяч человек за один год Мы вышли, наверное, после американского ВИГС Сейчас занимаем второе место внутри СНГ по объему рынка Ну, то есть, круто же, если просто реально каждый человек, кто захочет быть в онлайне Просто в каком-то легком простом сервисе Ответив там на 20-30 вопросов Сможет создать все, что нужно для того, чтобы привлечь клиентов и проводить там обучение Если четыре года назад это было реально сложно Я помню, мы нанимали там программистов с Украины Потом они косячили, нанимали там с Белоруссией И это все каждый раз, чтобы создать просто простую страничку Это занимало около трех месяцев И потом что-нибудь изменить Занимало еще около 100 долларов И еще неделю там доработок Сейчас есть Bullet.bz У Марата есть GetCourse И раньше, когда, к примеру, Марат начинал Марату, чтобы дальше было дистрибутировать, раздавать уроки тем, кто купил Ему пришлось построить свою систему GetCourse Которую он сейчас тоже дает на рынок за копейки Также Bullet.bz, такой конструктор Мы это сравним, как конструктор Lego К тебе приходят, ты берешь и сам собираешь Также в системах GetCourse, которые специально для онлайн-школ Или Bullet.bz, которые вообще универсальны для любого бизнеса Это можно там, даже шиномотаж должен иметь не там программистов где-то, которым нужно рулить А это настолько сейчас просто, как вот заходишь в PowerPoint И ты можешь создать презентацию сам Также ты можешь зайти в Bullet.bz или GetCourse Создать свой магазин, рассылку автоматическую Которую сама включается триггерно на определенные действия клиента Давай поговорим про такую тему Интересно просто у зала Какая тема более интересная Это, ну, время не осталось лимитировано Это где брать клиентов или где найти эксперта Чтобы создать с ним онлайн-школу? Один или два? Давайте одна рука, это первая Это где найти клиента Вторая, где найти эксперта двумя руками Ага Значит, больше интересно, где найти эксперта Ну вот, Марат, мне кажется, может интересно здесь дать комментарий Марат, расскажи, где ты нашел Павла Волю И как ты его убедил с собой работать? У нас была задача искать экспертов, у которых есть большой трафик И, собственно, мы открыли топ Инстаграма И смотрели, у кого есть подписчики Начали по очереди идти сверху вниз И там была Ляся Нутяшева Ляся Нутяшева, надеюсь, все знают Мы ей написали, она согласилась на встречу И сказала, что именно эта идея создания онлайн-школы У нее последние несколько месяцев была в голове И они с Пашей ее обсуждали И достаточно быстро мы смогли организовать такую школу Буквально за 2-3 месяца У нас был отснят первый курс И мы запустили продажу И вся машина закружилась и пошла Вот пока я здесь сижу Сейчас идет съемка у нас в офисе нового курса Круто! Расскажи, где ты ищешь? У тебя же есть методология У тебя на мониторе, наверное, десятки, сотни экспертов с аудиторией Ты ведешь переговоры Я знаю, ты писал Олегу Тинькову Да, Тинькову я писал, но меня переключали все время на его друзей, на его помощников Я решил, что я не буду его дергать, пусть он сам мне напишет Пусть созреет Пусть сам напишет, да, потому что Олег, Марат тебя ждет Передайте ему Да, с Тиньковым можно было бы сделать очень интересную школу Я хочу сказать, что вы должны искать экспертов в той теме, в которой вам интересно Вы должны заниматься тем, что интересно именно вам И, соответственно, предлагать работать с этими людьми И смотреть по определенным критериям Есть у них там подписчики, есть интерес на эти знания И быстро их проверять А проверять очень легко Ты ищешь как? Вот тебе нравятся ниши, к примеру Ты дальше ищешь там художников Или вот кого-то Ты смотришь, сколько у него в соцсетях Какие-то показатели у тебя есть Процент лайков Я на примере художников могу рассказать Вот я снял очень много курсов, я их сам сделал А после того, как я был на мастер-классе какого-то художника И я просто смотрел, ничего не рисовал У меня было полное ощущение, что я сейчас вот это смогу сделать Вот для меня это был такой маркер То есть полное ощущение того, что эти знания у меня уже есть А по факту навык мне еще не передали, я не потренировался И я, естественно, сделать ничего не могу Мне нужно заниматься, чтобы сделать И вот, собственно, я как раз делаю процесс, чтобы в короткий срок Вот этот навык базовый, он был передан Вот таким образом А сам нарисовать-то он научился? А? Сам нарисовать научился? Нет Но я научился делать онлайн-школы Ты научился зарабатывать 20 миллионов рублей в месяц Но не научился зарабатывать По поводу экспертов Гоша умеет Потому что он нашел 2500 педагогов И это вообще нетривиальная задача Да, вот это интересно, потому что ты, по сути, завязан на одного эксперта Если у него болит зуб, то школа может приостановиться на какой-то период Да, это достаточно большой риск И нужно искать другого педагога Нужно по-разному устраивать модели того, как у тебя работает сама школа То есть моноэксперт не всегда хорошо Но это не должно вас останавливать, чтобы начинать что-то делать Георгий, расскажи, как у вас? У вас есть эксперты-звезды, есть просто преподаватели Сколько их у тебя? Как ты вообще с ними? У нас работает более 2500 преподавателей 2500 2500 Это вот как вот так вот часть этого зала Чтобы нанять такую араву нам пришлось построить очень большую систему лидогенераций Мы, по сути, представлены в многих вузах страны, которые преподаватели готовят Мы проводим самые большие олимпиады для школьников, для преподавателей Ну, в общем, системно встроились в систему образования в России в целом А что касается экспертов Ну, по мне вообще, чтобы ваш бизнес развивался, какой бы бизнес не был Вам очень важно знать, кто лучший в этом бизнесе, в этой сфере в России в целом У меня для каждого топ-менеджера, у него есть список Кто топ-10 в России, в его области Если это маркетинг, то в маркетинге Если в продаже, то в продажах Если B2B, то B2B продажи И мой любой топ-менеджер обязан знать всех лучших в его области И общаться с ними, познакомиться с ними И качать у них экспертизу И только в этом случае бизнес может быть успешным Я вам всем рекомендую, чтобы у каждого у вас Было несколько менторов, которые вас постоянно ведут к экспертности в вашей области Где ты их вообще берешь? 2500 сотрудников Это же отдельно, по сути Многие школы гордятся, что у них 2500 выпускников, которым они научили английском А у тебя 2500 сотрудников Ну, поскольку обучение в школе идет индивидуально Один на один с преподавателем То мы вынуждены работать в таких массах И сейчас узкое звено для компании Это в целом У нас нету такого большого количества преподавателей в России Достаточно квалифицированных Нам приходится брать как бы не сильно готовых преподавателей В течение двух месяцев самих их в школе обучать То есть у тебя две школы Одна школа для клиентов, одна школа для преподавателей Да, именно так. У меня целая школа для преподавателей Особенность, когда ты становишься большим То вот тебе приходится уже и обучать еще и рынок Дим, расскажи, у тебя модель интересная Вот Марат работает с такими звездами Да, Георгий работает Как Марат говорит Я открываю инстаграм и беру самых лучших А мы открываем рейтинги лучших компаний России И берем самых лучших То есть примерно то же самое, только Ну как бы рейтинги, я не знаю Это диджитал агентств, интернет дизайн студии И просто забираем и делаем с ними Самый лучший контент Но вообще очень важную мысль Сказал Гоша Для каждого человека, мне кажется Критический принципиальный момент Что когда вы делаете бизнес Вам надо целиться только в номер один Это, наверное, самый крутой принцип Который может быть только А когда ты выбираешь лучших То, ну, в нашем случае Мы, опять же, как я еще раз говорю Мы получаем гарант того, что Наше обучение будет практичным и результативным Что важно для компании Допустим, если говорить Что получают наши компании Те компании, которые работают с нами В рамках создания курсов Они прежде всего получают Даже не деньги Самое важное это PR и HR Потому что, ну, опять же Те, кто работают диджитал Знают, сколько стоит Подбор, там, хорошего Не знаю, UX дизайнера Или интернет-маркетолога Или PM Стоимость найма такого человека Для компании Себестоимость найма Да, даже если там HR сидит внутри Она может и адаптаться Она может доходить до 300 тысяч рублей А компании, которые работают с нами Естественно, они получают Всех выпускников В первую очередь Да, у них как бы Приоритетное право их забирать Поэтому это важно Что для экспертов Если кто-то здесь Выберет из сидящих Путь развития своей школы Что не всегда Можно Можно договориться за деньги Для брендов Очень важен И пиар Потому что, когда вы Запускаете школу Вы проводите огромное количество Мероприятий онлайн и офлайн И это тоже ценно для них Идет популяризация бренда И HR история Это критически важно Одна из наших компаний Партнеровские Мы делали курс Она в прошлом году Забрала себе 50 студентов Чтобы понимали Вот 50 умножаем на 300 тысяч Это 15 миллионов Они сэкономили только на найме И поэтому здесь вариаций очень много Если говорить про наш подход Особенность в том, что Когда мы привлекаем индустриального партнера Он приводит с собой фундаментальную экспертизу Это экспертиза того, как они действительно работают внутри Это позволяет студенту Видеть перед собой Реальные проекты Я уже говорил Да, студенты делают проекты Для Йоты Для Газпромбанка Для Сейчас будут делать Для Сбербанка Для BBDO Для огромного Это реальные проекты Которые они кладут себе в портфоли И после окончания обучения Они Естественно все меняют работу У всех меняется Ну как бы Либо меняют работу Либо растут по карьерной лестнице А как их искать? Как их искать? Это вот Марат У нас с Маратом похожий принцип Открываешь рейтинг И начинаешь звонить Встречаться Мы на самом деле тоже пробовали То есть берешь там Вот фитнес-блогеров Мы искали Реально открываешь Пишешь вконтакте Если заинтересовать их цифрами Ну вот как мы сегодня говорили Что можно там миллион рублей Вытаскивать на себя То им очень многие эксперты Откликаются и встречаются Вот ты важную вещь говоришь У каждого эксперта просто своя мотивация Надо понимать, что Кого-то заинтересуют деньги А кого-то пиар А кого-то известность Можно пробовать С экспертом очень важно заключить Правильный договор Потому что ну вот У нас было немало случаев Что нас прям выкидывали Из онлайн-школы То есть приходишь к эксперту А давай вместе сделаем онлайн-школу А давай-давай Там запускаешься Миллион там идет Два-три И потом эксперт говорит А я что ты мне зачем нужен Я там без тебя все сделаю И здесь вот очень важно Выстроить правильную модель Если вы кого-то там продюсируете Если вы организовываете С кем-то онлайн-школу То надо понять А как сделать так Чтобы ну тебя не выкинули Из онлайн-школы Один из простых способов Это когда объединяешь с экспертом Ну вот сейчас Интересная такая модель Которая вот реально сработала В онлайн-школе И она работает долгосрочно Это когда ты одного эксперта Берешь как лицо онлайн-школы И онлайн-школу собираешь уже Из других экспертов И тот эксперт Который является лицом Он как бы не участвует в процессе Ему платится например там 10-15 процентов с оборота И там Или там Договариваетесь Половину с прибыли Платить ему там Ну давай отчеты И вот тогда эта модель Начинает работать То есть когда эксперт не вовлечен Главный эксперт И вы привлекаете второстепенно Не знаю модель вот это понятно Поднимите руки Если понятно Просто это реально Одна из немногих моделей Которая ну реально Позволит вот вам стартовать То что другие модели Когда прям просто вот так вот Объединяешься Давай поехали Она вот работает похуже Ну вот могу еще от себя Поделиться тремя принципами Которые на мой взгляд Критически важны Как и для наверное Любого бизнеса Который работает digital И для онлайн школ в частности Первое самое важное Это ваша команда внутри Потому что вот Как многие здесь Поднимают руку И говорят вот Трафик трафик Мне нужен трафик По факту наверное тоже Ребята поддерживают Что именно проекты Которые занимаются Разработкой курсов Сопровождением эксперта И вообще работой с ним Это самое сложное Это некие продюсеры Которые могут Автономно запускать Вот эти курсы Потому что Все можно купить Трафик можно купить Но человека который понимает Всю систему запуска Это наверное самое сложное Команда Окей Второй принцип Это вот как Сергей уже сказал Это юридическая финансовая дисциплина Огромное количество школ На первой волне успеха Дальше начинают Просто сжирать Свой собственный оборот И дальше идут Уходят минуса Поэтому конечно надо следить И за деньгами И надо следить за юридическими вопросами И лучше Лучше один раз там Сделать какой-то хороший договор И построить управление Финансовым Именно управление Финансовым правильно Чтобы дальше Потом правильно считать Рентабельность По всем этим курсам Потому что здесь тоже бывают нюансы А третье Самое наверное Интересное Это то что Многие не любят Это некие Регламенты процесса А именно Регламенты процесса Именно типизация Вашей деятельности Она дает вам Возможность масштабирования Вот потому что Мы когда У нас сейчас в плане У нас там Из 30 курсов 24 продается хорошо Это значит что там Предыдущие 8 запустились не очень Мы их просто-напросто закрыли А 20 ближайших Которые мы будем запускать Они все запускаются там В течение 2-3 месяцев А это возможно только За счет правильных процессов Это возможно только за счет того Что вы Грубо говоря формируете Некую внутреннюю базу знаний База знаний Кстати Это один из важнейших Элементов системы Но Это то что Лучше Сразу же закладывать Фундамент с самого начала Потому что Нам всем кажется Что когда пойдут Первые деньги Я обязательно этим займусь Но этого не происходит Когда Пойдут первые деньги Вы тут же тратите их На что-то другое Поэтому Закладывайте эти принципы И имейте в виду Что именно Результаты студентов Я являются самым важным Я горжусь тем Что мы наверное Одни из немногих в рынке Кто показываем Дипломные работы И на дипломных работах Сидят ведущие Представители Ведущие компании России И как бы мы гордимся Этими работами Финансовая дисциплина Бизнес-процессы Фу Да Да Такие слова Дима Мне кажется что это Потому что Ты знаешь как Это до поры до времени Я понимаю Это как мы с тобой тоже Общались про финансовую дисциплину Пару дней назад Давай Давай Веру послушаем Мне кажется как раз таки Это вот для тех Кто уже вырос У кого там есть десятки И сотни миллионов рублей Для тех естественно Без финансовой дисциплины Без бизнес-процессов Ну никуда дальше Я не согласен с тобой Потому что Ты иначе Сейчас школа развалит Давай Веру послушаем Давай Мне интересно Вер как у тебя Просто Дима сказал Важную вещь Если ты Должен стремиться Быть номером один Но когда у тебя есть Skyeng или GetCourse в рисовании Стремиться номером один Быть сложно Вот Вер Стремишься ли ты быть Номером один в пряниках Либо ты уже номер один в пряниках Или для тебя Важнее все же быть Там не миллиарды рублей А время с детьми И время на кухне В удовольствие Ну чтобы еще и деньги получать Расскажи свое Вот есть ли у тебя Финансовая дисциплина И насколько она тебе важна Когда ты получаешь свой Личный миллион рублей в месяц Да нет конечно Тут вопрос целей У меня была исходна цель Сделать такой бизнес Чтобы он приносил деньги Но при этом было Больше свободного времени То есть конечно тут важнее Мне заниматься своим любимым делом Мне очень нравится преподавать Чтобы было время на семью Поэтому тут вопрос целей Если вы хотите заработать много денег Это можно сделать Если вы хотите сделать бизнес Где у вас будет свободное время И временно Это тоже про онлайн бизнес Да очень правильно сказано Что вопрос целей Если ты стремишься быть Номером один в рынке Тебе обязательно нужно иметь Все эти процессы Процедуры А если ты стремишься Путешествовать Проводить время с детьми То ты можешь зарабатывать Своих там 350 тысяч Тире там Полтора миллиона Жить на Бали Либо там В центре Москвы И наслаждаться Жизнью Времени с детьми И онлайн образование Тебе позволяет либо расти И становиться таким монстром Как Skyeng Как GetCourse Как Skillbox Либо Делиться своими знаниями Быть микроэкспертом То есть если ты К примеру знаешь хорошо Английский язык И понимаешь что у тебя Есть контакт с людьми Ты можешь хорошо передавать знания То тебе выбирать Быть ли тебе Skyeng Или просто Давай резюмируем сейчас Да Хочется чуть-чуть Вот промежуточное резюме Сделать Ну то есть к примеру Вы поняли Ну кому вот интересно Было бы свою онлайн школу Стартовать Ну просто для любопытства То есть к примеру Какой план мог бы быть у вас Если вы решились это делать Первое Это определить Вы эксперт Или вы ищите другого эксперта Если вы эксперт То вы запаковываете себя Если вы продюсер То вам надо начать Искать эксперта Ну экспертов можно В разных местах найти Есть разные сайты Есть выставки Есть там списки экспертов Вы выбираете те У которых есть аудитория Пишите им Договариваетесь Подписываете правильный договор Дальше вы начинаете Разрабатывать Модель продвижения с этим экспертом Мы считаем что Стартовать реально можно без денег Ну с минимальными по сути Какими-то вложениями Там 10, 15, 20, 30 тысяч рублей Вы создаете такой Это называется продающий мастер-класс То есть такое продающее выступление для эксперта Которое тестирует А сработает или не сработает ниша То есть вы не не вкладываетесь в уроки Не инвестируете в миллионы рублей В это А вы с экспертом проводите продажу То есть в тестируете рынок И если это зашло Если сложились деньги здесь Если это получилось Вот как Вера, например, сделала То тогда вы уже понимаете Ага надо записывать курс Надо инвестировать туда деньги ТО есть уже ну надо Ну как туда вкладывать и деньги можно вкладывать, по сути, с первичной продажи. То есть это такой, как бизнес наоборот. То есть мы не записываем курс сначала, а мы сначала тестируем рынок и смотрим, сработает или нет. И в онлайне это получается очень легко сделать. И только уже после того, как это сработало, мы начинаем привлекать клиентов бесплатно и платно. Сейчас мы с ребятами поговорим, как они клиентов привлекают. И уже создаем какой-то интересный продукт, тестируем гиммификацию и докручиваем до результата. Да? Давайте поговорим о том, где брать клиентов. Про платные и бесплатные источники клиентов. Вот, Марат, где ты берешь? Ну, платные – это же, конечно, контекст. А бесплатные – лично мы организовываем различные мероприятия по рисованию бесплатные, на которые у нас вписываются… Вот в первое мероприятие, которое называлось Extreme Sketching, вписалось 80 тысяч человек. 80 тысяч человек. Это бесплатно? Они вписались, они сказали, я хочу рисовать вместе с вами. У нас в этот месяц рост базы увеличился в два раза. Чтобы вы представляли, нас сегодня сейчас 20 тысяч человек, а это в четыре раза больше. То есть это рекламируется марафон, где много разных экспертов дают какие-то полезные знания, да? Это один из примеров, да. А мы рекламировали одного эксперта, и мы давали один маленький навык, и его тренировали с призами, с бонусами. Это было очень интересно, и люди реально рисовали. То есть наша задача была вовлечь людей в рисование, и чтобы у них получилось. Вот мы отстроили такой вот мастер-класс. В течение двух недель люди были вовлечены. Естественно, в конце этого мастер-класса мы продавали запись этого мастер-класса, ты мог его оставить. И это, конечно же, окупает все затраты, которые могут быть на привлечение клиентов. Я вот сейчас зашел на страничку Павла Воли в Инстаграме, и у него 9,6 миллиона подписчиков. Это же тоже бесплатный трафик? Тоже, да. И мы его по-разному таскиваем. Круто. Есть, есть. Вконтакте у нас ведется группа, там очень интересные посты выкладываются. Сейчас вконтакте сделали новую форму. То есть это реклама, но контекст для тех, кто не знает, это реклама в Яндексе, реклама в Гугле. За деньги, когда ты платишь. Сколько вы в прошлом году сделали 330 миллионов рублей выручки? Сколько из них вы потратили на рекламу? Суммарно я сказать не могу, но мы сейчас в месяц тратим порядка миллиона-полутора рублей на рекламу. На все школы? Ну, суммарно. То есть где-то делаете в районе 35? Я могу сказать, что мы стараемся увеличить эту сумму. И мы учимся ее увеличивать. И это непростая задача, потому что если взять человека с улицы и сказать, на полтора миллиона потратить на рекламу, это очень сложно. Вот как раз про увеличение. Мне кажется, Георгий хорошо расскажет. Георгий мастер в этом. Ты расскажи свой кейс сначала, как ты задумался о том, как у тебя увеличиваться, про кейс с Тиньковым. Ну, не с Олегом, а… По поводу маркетинга и привлечения, самый лучший канал трафика для нас в Skyeng это реферальная программа, это сарафан. Потому что если продукт хороший, то очень много ваших клиентов сами друг другу рекомендуют. У нас более 30% клиентов приходят по сарафану. Это первая история. Вторая история – это создание экосистемы продуктов. Мы очень много вещей сделали для наших клиентов и для наших потенциальных клиентов бесплатно. У нас более миллиона установок мобильного приложения, сотни тысяч установок экстеншенов и много-много партнерств, которые что-то дают на английском языке бесплатно нашим клиентам. И, исходя из этого, воронка понемножку их догоняет, допродает основной продукт Skyeng. Третья история – это пиар. Мы очень много выступаем на всех профильных мероприятиях. Выступление тоже здесь. Выступление, там, публикации в журналах, в СМИ и так далее. Это дает узнаваемость. Если вы хотите быть номер один в своей области, клиенты должны понимать, что вы, ваша школа, школа рисования, школа маркетинга, школа по юмору и так далее, номер один в стране. И закреплять за собой такой бренд. Ну, по сути, это три основных канала трафика. И еще более 20 дополнительных. В маркетинге нет такой, у нас, по крайней мере, silver bullet, чтобы один канал трафика пережимал все. У нас очень много разных каналов трафика, и мы понемножку-понемножку с каждым из них работаем. И таргетинг, и директ, и телемаркетинг, и там много-много других. Вот хочу тоже дополнить. У нас был один резидент вот в акселераторе, онлайн-школа диетологов. И вот когда ему надо было привлекать клиентов, ну, денег у него не было, он был весь в долгах, и он договорился с порталами по диетологии разместить его баннер, рекламирующий его бесплатный мастер-класс про то, как быть диетологом, как стать диетологом, и 50% он просто отдавал этому порталу. То есть это вот такой способ, как можно договориться. И вот то, что Гоша сказал, я просто прокомментирую, то есть ученик, ученик получил результат в онлайн-школе, мы приходим к нему и разрабатываем специальную партнерскую программу, где, например, 50% или 30% стоимости курса мы отдаем ему, если он рекомендует своего друга. Вот еще интересно, Вера, откуда же ты взяла клиентов? У меня были подписчики в Инстаграм, и я вот как Марат тоже провожу бесплатные мастер-классы, это очень хороший вариант привлечения клиентов. Люди приходят на бесплатный, видят, как ты преподаешь, как ты даешь материал, им просто это нравится, со стороны кажется, что это прям очень легко, и потом приходят, уже интересуются и школой. Окей, спасибо. Кто заинтересовался созданием своей школы, еще раз. Мы для вас приготовили такой подарок, хотели его вывести на экран, но как бы не получилось. Смотрите, есть сайт, где у нас выложен бесплатный мастер-класс, где очень подробно расписываются все механики, как стартовать с нуля, будучи экспертом или будучи продюсером, где брать клиентов, как там продавать, как запаковывать курс. Это все бесплатно, там в подарок тем, кто пришел на трансформацию. Это oj.rf. Онлайн-жизнь, то есть oj.rf. Да, две буквы. oj.rf. Видно на экране, Сереж, видно. О, да. А, есть на экране. Либо можете направить нижний телефон 2420, слово вебинар. Да, средний не работает, средний там бы изменили, но вот нижний, он работает. Ну, просто для того, у кого интернет работает, можно верхний использовать, те, у кого не работает, можете отправить смс-ку на номер 2420. У меня есть концепция бизнес-шариков и бизнес-кубиков. До того, как я начал заниматься плотным онлайн-образованием, я делал такой стартап кнопка жизни, которая спасает жизни людей. Это кнопка на запястье, либо на колончик на шее, и человек нажимает. Кто слышал такой, как бы, про этот бизнес? Да, у нас десятки тысяч людей и сотни тысяч спасенных, сотни спасенных ежемесячно. Потом у меня была студия йоги, и мне кажется, что вот сложнее студии йоги, наверное, только вот ресторанный бизнес. И потом у меня еще появился остров на Мальдивах, который сейчас мы реанимируем. Это все сложные бизнесы, в которые тебе нужны инвестиции, где нужен офис, где нужна оборотка, где большая зависимость от людей. Когда я начал делать онлайн-школы, и я прям смотрю, они вот сами развиваются, я понял, что вот есть бизнес-кубики, это вот как кнопка жизни. Чтобы ее двигать, нужно привлечь инвестиции, это огромный-огромный куб. Потом нужно организовать продажи, нужно организовать техническую инфраструктуру. В онлайн-образовании, то, что вот мы рассказываем, вот есть Bullet.bz, есть GetCourse. Ты берешь существующие платформы, ты берешь либо свои знания, либо знания эксперта, и пускаешь туда либо платный трафик, либо учишься делать так, чтобы бесплатно обращать на тебя внимание. И на наш взгляд, это вот один из самых-самых простых бизнесов именно в онлайне. При этом у него высокая маржинальность, то есть вот при цифрах там полтора миллиона рублей выручки, миллион можно себе выводить. У Марата при 20 миллионах нарисований 40% чистая прибыль. Соответственно, при этом вложений практически кроме своего мозга можно не делать. Давайте похлопаем, как вам понравилось. Оставляйте заявки, приходите, смотрите мастер-класс, и увидимся с вами в онлайне.